Друзья, открылся новый канал Байки из пекла. Он посвящен мистическим историям различного рода. Все истории берутся из глубин самого страшного и жаркого пекла. Забегайте, подписывайтесь, наслаждайтесь. Ссылка в описании под видео. Эту историю мне подруга рассказывала. Дед с бабкой у нее на даче помешаны. Как выходные, так тянут ее с собой на приусадебный участок. В общем, чересчур домовитые хозяева. Шесть соток их процветали. Картошка, лук, помидоры и прочее. Образцовый сад мечта стариков из Советского Союза. И вот как-то дед прикатил на телеге корыто с залой. О, говорит, каких удобрений первосортных добыл. В общем, раскидал дед с бабкой часть залытой по участку, а подруга поливала. Закончили, дело к вечеру. Пошли в летний домик ужинать. Только солнце зашло, начало ни с того ни с сего творится всякое. То в окошко постучат. Они глянут, а там и нет никого. То дымком потянет. Вроде как от соседей. Да никто костра не жжет. Слышно только, как у соседа алкаша. Собака на участке нервничает. Цепью громыхает да паскуливает. Дед с бабкой, как идейные материалисты-атеисты, особого внимания не обратили. А на подругу страх непонятный накатил. Вечер кончился. Темнота спустилась на сады. Расстелили постели. Дед закрывает входную дверь на крючок, чтобы воры или лихие люди ночью внезапно не нагрянули. Время было такое. Стали засыпать. У подруги сон беспокойный. Ерунда какая-то снится. Снится мне. Рассказывала она мне. Как мясо на плиту кидают. Прямо без сковородки. И конфорки газовые горят. Просыпается она. И тут будто кто-то опять в окошко постучал. Она чувствует. С улицы запах идет, как шашлыки жарят. Но она этим и объяснила свой сон. Запах почуяла. Вот и приснилась. Но тут закрались сомнения. Кто ночью шашлыки-то жарит? Не уж то сосед алкаш. В общем, пока лежала она и думала. Поняла, что дед с бабкой тоже не спят и переговариваются. Это тебе, старый, что ли жарко? Спрашивает бабка. Нет, не я это. Шикает отрывисто на нее дед. Что за ерунда? Думает подруга. И тут в тишине, как что-то бахнет в стекло. Аж душа в пятки ушла. Вспоминает она. Дальше стало еще страннее. Будто кто-то выдохнул со стоном под окном. Вот и... Подруга на бомжей подумала. Пришли костер развели и бесчинствуют. Дед с бабкой, видать, тоже сообразили. С кровати встают глянуть что да как. Подруга вскочила. Тут уж не до сна. И кухонный нож схватила первым делом. Потом рассказывает. Глянула в окно. Батюшки! Там дымом уж весь участок затянуло. Дед топор из-под кровати вынул. Потверже перехватил. У двери встал. И гаркнул что-то вроде «Кто тут шарится?» Тут будто в ответ ему дворняга соседская завыла протяжно. И ни слова. Тишина. Страхово всем стало. Дед крючок потихоньку открыл. Дверь толкнул. Тут с улицы уже не шашлыком. Гарю пахнуло. Будто быка смолят керосиновой лампой. Вышел осторожно дед. Оглядывается. Нет никого. Пошел по участку потихоньку. Подруга говорит. Ощущение такое было. Будто тени какие-то скользят в дыму. А приглядишься. Так и нет вроде ничего. Бабка с подругой осмелели немного. Дед впереди с топором все же. Нос показали на крыльцо. Тут вроде слышится что-то начало. А откуда? Непонятно. Будто шелест или шипение на грани слышимости. Подруга по тропинке меж грядок пошла за дедом. Чтобы тот в дыму не потерялся. Бабка с крыльца кричит. Пожар что ли у кого? Да только зарево не видно. Нет выходит пожара. Тут подруга опять услышала. Будто выдохнул кто-то слева. Жарко. Обернулась на звук. Нет никого. Только грядки со свеклой. Тут стон сзади. Поджилки у девушки затряслись. Бросилась она в дом опрометью. Дед ничего не нашедший. Тоже пошел в дом. Заперлись они и сидели всю ночь. Не заснули. После четырех утра дым вроде рассеялся. На вождение ушло. В общем после этого подруга ездить на дачу перестала. А старики все продолжали. Только не ночевали больше. Говорили, что к вечеру огород опять дымком затягивать начинает иногда. И стекло в окне звенит временами. Ночевать страшно. Бабка о том соседкам проговорилась. Те и знахарку одну отсоветовали. Сходила бабка к ней. А та ей сказала. Землю испортили. Мертвые теперь там хозяйствуют. Думала долго о сказанном бабка. Но не поняла ничего. Стала хаять шарлатанку, на чем свет стоит. Помог случай. По неосторожности как-то. Перевернулась злополучная корыта с залой. А там остатки костей. Ты где старый залу-то нашел? Заорала бабка на деда. Дык на свалке. За садами грузовик цельный кто-то свалил. Что добру-то пропадать? Оправдывался дед. Стали узнавать. Из крематория городского. Прах везут на свалку. Шуму-то было. Деду крепко досталось тогда за то, что чертовщину развел. А бабка к той знахарке побежала обратно. Прощение просила за неверие. А знахарка ей сказала. Соль и участок посыпь. Нечистый и успокоится. Думали дед с бабкой, думали. Горько им садом, взращенным, прощаться. А потом взяли и сделали, как знахарка сказала. Соль ущедра землю посыпали. И все прекратилось. Только радости не было. В соленой земле растения гибнут. И не растут потом. Вот так халява сад погубила. А подруга избавилась от дачной повинности. Он не пришел. Было мне лет 16. Каждое лето я ездил к бабушке, которая жила в небольшой деревеньке Псковской области. Деревня была маленькой. На две улицы, как помню. Но таких вот детей каменных джунглей, как я, приезжало достаточно. Мы были подростками. И по ночам дома нам, конечно, не сиделось. Местные развлечения нам быстро надоели. Поэтому наше внимание привлекла дискотека в соседней деревне. Деревня называлась Веселого и находилась от нашей в часе ходьбы. Вот так мы и начали почти каждый вечер туда наведываться. А что? Деревня большая. Молодежи много и девчонки симпатичные. Как-то раз возвращался я домой один, так как задержался, и все мои друзья давно уже ушли. Был конец августа. Над головой сияла луна. Радостно стрекотали цикады. И настроение, соответственно, было отличное. Часть моего пути проходила мимо уничтоженной войну деревни. Остались лишь обгоревшие остовы, поросшие бурьяном. До пары разрушенных домов. Я шел не спеша, насвистывая какую-то незамысловатую песенку. Как вдруг услышал плач. Я остановился и прислушался. Да, я отчетливо услышал прерывистые женские схлипы, которые доносились со стороны одного более-менее целого дома. У меня не возникло чувства страха, скорее беспокойства. Потоптавшись немного на месте, я направился к дому, с трудом продираясь через заросли. Плач становился все громче, и теперь к нему добавилось какое-то невнятное обормотание. Я остановился и, собравшись с духом, крикнул. «Эй, помощь нужна?» Все смолкло. Я затаил дыхание, вслушивая звенящую тишину. Но продлилась она недолго. Послышался прерывистый вдох и всхлип, полный тоски и отчаяния. Мне стало даже стыдно. Человеку помощь, наверное, нужна, а я в прятки тут играю. Полной решимости, я преодолел последние разделяющие нас метры и остановился. На осыпавшемся крыльце сидела женщина. Ее лица я не видел, так как она низко склонила голову, обхватив колени руками. Но внешний вид мне показался, мягко говоря, странным. Босая в длинной белой рубахе с растрепанной косой. В такой рубахе моя бабка ложилась спать. Их лет 30 уже как не носят. Женщина плакала, громко всхлипывая, и повторяла, как заведенная. «Он не пришел! Он не пришел! Он не пришел!» Я неловко топтался на месте, не зная, что предпринять. Наконец, решившись, я ее окликнул. «Девушка! Что-то случилось! Я могу вам помочь!» Она на мгновение замерла и, замотав головой, заплакала еще сильнее. «Не пришел! Не пришел! Он не пришел! Он не пришел!» В этот момент мне стало не по себе. «Может, сумасшедшая?» Я осторожно коснулся ее плеча. «Она была холодна, как лед! Неестественно холодная!» Незнакомка вздрогнула и засмеялась сухим истерическим смехом. Я дернул руку и в этот момент она подняла голову. Я был парнем далеко не робкого десятка, но то, что я увидел, заставило меня закричать. У нее не было третьей головы, разнесена в дребезги, будто выстрелом. Из зияющей дыры сочилась кровь и какая-то белая жидкость. Правый глаз запал вовнутрь. Она смотрела куда-то сквозь меня пустым взглядом и повторяла одну и ту же фразу. Я стоял, выпучив глаза и просто смотрел. Женщина глубоко вздохнула и, поднявшись, направилась вглубь двора. Она дошла до погреба и, взявшись за дверь, будто растворилась. Я развернулся и рванул, не разбирая дороги, прямиком домой. И всю дорогу боялся услышать за спиной. Отчаянно и горько он не пришел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова